У нас, конечно, традиция каждую неделю подводить итоги биржевой торговли и записывать блог, но иногда хочется сделать перерыв, особенно в тот момент, когда ты чувствуешь себя полным идиотом, потому что на минувшей неделе я потерял всю прибыль января и опять оказался в серьезной просадке. И самое смешное, что таких неудачных недель было всего 4 с 1 июня и все они на стыке июля и августа, на стыке ноября и декабря и вот сейчас все они связаны с той же историей, что я упорно стою в позиции по газу. В остальном полный успех. Американские рынки, впрочем, и европейские тоже оправдывают наш прогноз и более того, практически каждый биржевой день идет информация о том, как котировки по тому или иному инструменту, по той или иной акции либо достигли исторического максимума, либо пробили максимум двухлетний. Наш прогноз по основным биржевым индексам, причем не только классическим стандарт Пурсу и Доу Джонсу, но и по французскому каку полностью сбылся. И вся эта прибыль умудрилась в моем случае смикшироваться просадкой по газу. В настоящий момент газ достиг минимума, который он не достигал с июня 2017 года. То есть это минимальное значение котировок за два с половиной года. Многие трейдеры и инвесторы объясняют это самым простейшим вариантом, тем, что теплая зима выдалась как в России, так и в Соединенных Штатах и в Европе. И поэтому потребности в газе с точки зрения отопления минимальны. Запасы в хранилищах, к сожалению, растут. И все это давит на цену газа, толкая ее вниз. Однако, мне кажется, что это слишком простое объяснение. И не исключено, что в ближайшее время мы все-таки увидим очень серьезную волатильность по газу и толчок кверху. Поэтому я, то ли от того, что очень умный инвестор, то ли от того, что прямый баран, я все-таки буду держать позиции. В целом, январь выдался удачным. 46 прибыльных сделок. Одна убыточная как раз-таки по этому самому газу. Но картина вызывает вопрос, что делать дальше. На мой взгляд, на ближайшее время мы можем прогнозировать продолжение ралли, продолжение подъема. И мы видим, что подписанное торговое соглашение между США и Китаем, а я был в данном случае уже с гордостью, могу сказать, в числе тех аналитиков, которые все-таки считали не версию, что постоянно будет разговор об этом соглашении, но на соглашение стороны так не выйдут, а исповедовали версию, что соглашение будет подписано. Так вот, это соглашение не только подтолкнуло рынки, но и, как ни странно, не было эффекта, что на ожидании подписания уже весь подъем отыграно, а подписание самого соглашения на рынках не скажется. Нет, сказалось, еще как сказалось, и сопутствующий информационный фон, в общем-то, продолжает толкать рынки кверху. Еще один фактор позитивный, бычий, это, конечно же, экономическая статистика по Соединенным Штатам, очень успешная, и статистика отчетность по отдельным компаниям. Мы не увидели еще отчеты за четвертый квартал по большинству эмитентов, но предполагаю, что в подавляющем большинстве случаев они будут позитивные. Поэтому я сохраняю все ту же модель, будем стоять в имеющемся пакете, то есть я в настоящий момент держу в своем пакете группу скандинавских акций, держу позиции по таким компаниям, как Ralf Laren, TripAdvisor, германский концерн Bayer, хотя здесь я меньше всего надеюсь на серьезную прибыль, Budweiser, Royal Dutch Shell, Ferrari, Caterpillar, Puma, Facebook и целый ряд других, в том числе группа банков. Это БНП Париба, это Первый Республиканский банк, это Морган Стэнли и ряд других. Более того, я исхожу из предположения, что есть еще и другие инструменты, которые стоит задействовать. Вот буквально на днях мы встретились с моим коллегой, аналитиком и трейдером Петром Пушкаревым, и записывали с ним видео о перспективах весны 2020 года. И он назвал два инструмента в процессе этой беседы, которые, по его мнению, интересны, и я их тут же купил. Это акции Starbucks и акции компании Netflix. Будем смотреть, что называется, что дадут они и насколько прав Пушкарев. Я все-таки надеюсь, что Петр, очень увлеченный, очень искренний трейдер, в данном случае дал не худший совет. Подсек, подсек, не обманывай! Еще в портфеле добавил серьезные позиции на несколько тысяч долларов, связанные с моей собственной версией о том, что в ближайшее время акции корпорации Boeing отыграют наверх. Поэтому я очень существенно увеличил долю акций Boeing в своих портфелях, в основной его части на платформе ETHOR и в меньшей его части на платформе FINAM. Также будем смотреть за динамикой движения Boeing в ближайшие же недели и месяцы. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru. Finversia. В самом центре денежных потоков. На что стоит, на мой взгляд, обратить внимание в эти дни? Ну, во-первых, на весьма пессимистические сообщения из Китая и Германии. Подведены предварительные итоги экономического развития Китая в 2019 году. И статистика говорит о том, что экономический рост Китая в этом году был самым слабым за почти 30 лет. То есть вот это Китай-американское противостояние оказалось благоприятным для американской экономики и неблагоприятным для китайской. Вполне возможно, что как раз подписание соглашения выведет нас из пики китайской экономики. Если, конечно, там нет уже конкретных производственных серьезных проблем. И в этом случае мы можем рассчитывать, что и вторая фаза соглашения будет подписана достаточно оперативно и по сценариям Трампа. Что в целом еще раз подтолкнет рынки наверх. А второе пессимистичное сообщение совершенно схожего содержания из Германии. По предварительным оценкам в 2019 году экономика Германии выросла всего лишь на 0,6%. Что является самым низким показателем роста за последние 7 лет. Напомню, что мы во многих блогах говорили об угрозе рецессии в Германии. Рецессии статистически нет. Но есть, скажем так, показатель, который практически равен нулю. Поэтому я по-прежнему предлагаю, если кто-то, как я, держит некоторые германские акции в своих портфелях, ни в коем случае их не увеличивать. Может быть, позиции не закрывать. Но долю германских эмитентов в портфеле явно в ближайшее время не увеличивать. Для того, чтобы принимать решения по этому направлению, необходимо подождать некий период и посмотреть статистику. И особое внимание для тех, кто все-таки интересуется германскими инструментами, я бы предложил обратить внимание на индекс деловых настроений Market. Потому что мы сегодня видим, что этот индекс, который скорее ожидания и эмоции передает, он становится иногда важнее статистики. В любом случае, статистика неприятная, статистика не позволяющая думать о том, что в этом географическом сегменте нас может ожидать рост. По нефти очень интересная ситуация сложилась. Я думаю, что в ближайшее время мы можем ожидать небольшой плавный подъем котировок, даже несмотря на отсутствие форс-мажоров. Последний год мы видим, что то история с танкером в Гибралтаре, то история с атакой дронов в Саудовской Аравии, то недавний конфликт в Армутском проливе. Это все подталкивает нефть наверх. Но я думаю, что в данном случае и общий подъем экономики, прежде всего американская, будет толкать нефть наверх. Поэтому ожидаю роста по этим позициям. Сам буду держать, вернее открывать время от времени. Но, правда, не очень большие, потому что я не думаю, что рост может быть какой-то значительный. И серьезные позиции, да еще и с плечом, может оказаться держать не так уж выгодно из-за комиссии за кредитное плечо. Так что тем, кто работает с нефтяными фьючерсами, я бы посоветовал сегодня как минимум умереть аппетиты, если не отказаться от этой торговли. Ну и последняя новость, которая, конечно же, в России, наверное, номер один, но на рынках она, пожалуй, номер, что называется, 10. 10. Это смена правительства России. Мы на портале Финверсии дали материал на эту тему. И очень хорошо высказался тот же Петр Пушкарев, которого я сегодня уже упоминал о том, что рынок, по крайней мере, валютный, прореагировал на смену премьера всего лишь колебанием в 37 копеек. И можно на эту тему долго шутить. То ли вас только оценили предыдущее правительство, то ли вас только оценили фигуру нового премьера. Но так или иначе, мы видим, что, конечно же, от перестановки людей в аппарате российской власти рынок не очень-то меняется. Но нельзя сказать, что и ухудшается. Рубль по-прежнему крепок по отношению к доллару. Я думаю, что в ближайшее время высокий по сравнению с последним полугодием курс рубля сохранится. И тенденция к упреплению рубля, правда, не очень значительная, все-таки будет продолжаться. Я думаю, что смена правительства может сама по себе стать триггером покупки российских акций. С учетом того, что на российском фондовом рынке и так закрылся весьма позитивный год. Но с оглядкой на тот план действий, который, скорее всего, новое правительство представит. А представит оно, очевидно, я убежден в этом уже в феврале. То есть будут какие-то декларативные заявления, выступления, может быть даже некий эскиз некой новой программы. И там важно понять, каково место денежно-кредитной политики. Что в отношении налогов, что в отношении ключевой ставки. Хотя это вопрос в компетенции Банка России, но тем не менее. Совокупно это, конечно же, может подстегнуть интерес к российским акциям. Я пока воздерживаюсь. По-прежнему держу в своем пакете только две акции. Это МТС и Магнит. Но начинаю думать, они войтили все-таки и в акции Сбербанка. Кстати, в этом блоге я очень хотел представить новое, что называется, лицо, интерфейс нашего проекта инвестиций онлайн. Куда мы выводим самых успешных трейдеров на публичной открытой платформе eToro. Мы с помощью коллег по этой платформе, тех, кто там торгует, обновили интерфейс. Поставили более интересные фигуры, более успешных трейдеров. Вот буквально хотел все это показать, но показывать не буду. Потому что из-за своей просадки по газу я настолько сместился, что все эти негодяи слишком меня обгоняют. Такой блог станет просто собственной антирекламой. Я этого не хочу. Так что давайте отложим еще на недельку подобную презентацию. Дикари! Плакать хочется! Ну, в любом случае, хочу обратить внимание на своего коллегу и хорошего приятеля Георгия Вербицкого. Одного из интереснейших российских трейдеров, который сегодня вышел на уровень доходности более 100% за последние 12 месяцев. Мне кажется, что для тех инвесторов, которым, в принципе, импонирует принцип копирования сделок, автоследования, и при этом железные нервы с точки зрения рисков и просадки, это достаточно интересный трейдер для вложения в копирование его сделок в некоторой части своего портфеля. Ну и в связи с просадкой в целом по январю, вызванной просадкой по газу, хотелось бы обратиться к тем, кто копирует мои сделки на платформе итора, тем, кто пришел из-под описания нашего видео, реально поверив, что я офигенный совершенно трейдер, или кто пришел на платформу итора, я надеюсь, что вы вместе со мной посидите в этой просадке, что вы оцените вообще замечательное искусство закрытия прибыльных сделок в огромном количестве и закройте глаза на то, что одна закрытая убыточная сделка по газу перекрывала весь профит от этих самых прибыльных сделок. В конце концов, не только же о деньгах мы думаем, но и о красоте трейдинга. Так что рассчитываю на ваше терпение, лояльность, не меркантильность. Ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький подсак был таким меркантильным? Теперь по традиции о том, что нас ждет на будущей неделе. 20 января, понедельник, довольно спокойный с точки зрения экономической статистики и каких-то публичных активностей день. Самый интересный момент, это, конечно же, решение Народного банка Китая по процентной ставке. Оно будет принято в 4.30 по Москве, но мне кажется, что Китай вряд ли пойдет на какие-либо изменения. Если это будет так, то это решение не скажется на рынке, а вот если все-таки рискнет пойти, то, конечно, это серьезно изменит ситуацию. Во вторник, 21 января, много азиатской и европейской статистики. И вслед за Китаем на этот раз банк Японии будет принимать решение по процентной ставке, что, конечно же, скажется на рынках. И состоится пресс-конференция с комментарием по денежно-кредитной политике банка Японии. Из европейских показателей в этот день значимо то, о чем я практически говорил. Индекс настроения в деловой среде. Правда, не маркет, а институт АЗЕВ. Среда, 22 января, очень много разноплановой европейской статистики. Не еврозоны, а отдельных стран. Очень много североамериканской статистики. Но особо значимых каких-то моментов не предвидится. Кроме решения Банка Канады по процентной ставке. То есть, вслед за Китаем и Японией и Банк Канады примет определенное решение. То есть, в целом, для валютного рынка, конечно, будет неделька достаточно серьезная. В четверг, 23 января, значимы, пожалуй, показатели экспорта и импорта в Японии. Размеры иностранных инвестиций в Японии. Очень много австралийской статистики. Самый важный из которых это уровень безработицы. Много разноплановой, разностранной европейской статистики. Ну, а в Соединенных Штатах традиционный важнейший показатель это число первичных и повторных заявок на пособие по безработице. Ну, а лично для меня в этот день либо трагическое, либо радостное известие. Это отчетность об изменении запасов газа в США. По сути, сегодня это главный фактор, который либо подтолкнет газ еще ниже, либо все-таки выведет его наверх. И, наконец, пятница, 24 января. Опять много статистики по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Достаточно много европейской. Обращу ваше внимание на индекс деловой активности как раз-таки маркет в Германии, который вслед за институтом ЗЕФ достаточно ясно определит настроение на германском экономическом пространстве. И, соответственно, в фондовом рынке такой же индекс выйдет в целом по еврозоне. Ну, а по североамериканскому рынку в этот день практически ничего интересного. То есть неделя в целом предстоит достаточно насыщенной для валютного рынка. И довольно-таки, по крайней мере, с точки зрения влияния статистики, спокойной для рынка фондового. Ну и последнее. На 15 февраля намечен мой вебинар «Инвестиционные стратегии на весну 2020 года». Я сначала думал, что мне после просадки, которая произошла на этой неделе, стыдно об этом говорить. А потом я вспомнил, что обычно всевозможные программы обучения, курсы, лекции вообще в качестве биржевых гуру выступают те, кто сами в трейдинге как раз оказались в полной просадке. Поэтому противоречий не вижу. Приглашаю всех прийти 15 февраля на вебинар и узнать, как не надо работать с газом и с чем вообще надо будет работать весной 2020 года. Ну, а если серьезно, то на самом деле весна 2020 года явно будет и для меня, и для многих других трейдеров и инвесторов серьезным вызовом, потому что стратегии придется, если не менять, то как минимум корректировать. 2020 год вряд ли будет повторением года 2019. Поэтому надеюсь, что разговор получится содержательный и достаточно интересный. Только не ждите на нем, что вам будут конкретно указывать на волшебные палочки, которые однозначно обеспечат бешеную прибыль. Нет, все-таки речь скорее о философии подходов, о том, будет ли работать диверсификация, о том, будет ли работать стратегия Bindhole, о том, как можно применять систему выравнивания и так далее, и так далее. Ждем вас 15 февраля, а регистрация по ссылке в описании к этому видео. До встречи! Активные инвестиции стратегии 2020 весна. Это информационно-консультационный вебинар Яна Арта для частных инвесторов, плюс дополнительные видеоматериалы об основах успешных инвестиций. В ходе вебинара вы узнаете инвестиционные планы Яна Арта на весну 2020 года, познакомитесь с его прогнозами по курсам рубля, доллара, золота и нефти, сориентируйтесь в доступных рынках и инструментах, поймете, какой уровень доходности достижим при активных инвестициях, решите для себя, какой стиль инвестиций подходит вам, узнаете, как оценить свою восприимчивость к риску, и, наконец, составите собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Вебинар состоится 15 февраля 2020 года. Дополнительные видеоматериалы предоставляются участникам сразу после регистрации и оплаты. Для участия и регистрации в программе перейдите по ссылке в описании под видео. Не упустите шанс на скидку в 1000 рублей при записи до 31 января. Продолжение следует...